Клещи перебрались ближе к людям. Из лесопосадок, кладбищ и запрошенных парков в жилые кварталы. На детской площадке в микрорайоне Калининский от укуса насекомого пострадал ребенок. Раиса Фахердинова об этом случае не слышала, но своего внука старается максимально обезопасить. Если гуляю с внуком, то я его всегда привожу домой, осматриваю, обмываю все тело. Желательно с мылом хорошо промыть его и обсмотреть все тело. Обязательно. Специальный дресс-код врачи рекомендуют на время загородных прогулок. В лесу под кронами деревьев вероятность укуса возрастает в разы. Самое простое – это одеть защитную одежду, использовать репелленты, осмотреть себя, каждые 15 минут проводить осмотр. Потому что клещ, даже прицепившись к нам на одежду, он не в течение часа будет искать себе наилучшее место. Если клещ все же укусил, медики призывают не заниматься самолечением, а сразу обратиться к врачу. Излюбленные места укусов клещей – это голова, шея, локтевые и коленные суставы. Поэтому взаимоосмотры, защита своих открытых участков тела и использование репеллентов. Вот это самые такие простые и доступные каждому жителю Макеевки средства защиты. Ученые насчитали свыше 48 тысяч видов клещей. Многие из них переносят опасные для человека инфекции. В Донецкой области через укус насекомого чаще всего передается болезнь лайма. Она может привести к инвалидности и даже смерти, рассказали в больнице. Инкубационный период в среднем три недели, после чего появляется на месте укуса сыпь. Она разрастается с четкими краями, в середине есть просветление. В этом году случаи укусов регистрировали в Макеевке, Горловке и Маринском районе. В числе пострадавших все чаще жители крупных городов отметили в областной санстанции. Ольга Сапронова, Руслан Новиков, Панорама.